И снова приветствую вас в нашей студии. Мы продолжаем разговор о клинических проявлениях, связанных с повреждением шейного отдела позвоночника. Еще раз обращаю ваше внимание, что я не пугаю, не говорю о каких-то страстях. Мы говорим о даже незначительных изменениях позвоночника. Вот почему дети, рожденные путем кесарево сечения, то считаются травмированными, хотя вроде бы они ничего не проходили, никакими родовыми путями, но в момент их внимания шея сгибается, шея обязательно затрагивается. И вот эти микроповреждения, они и определяют проблемы. Некоторые проблемы мы уже озвучили, не остановились на неврологических проблемах. Еще раз повторю, что клиника гиперактивности, клиника неусидчивости, проблемы, связанные с затрудненным контактом ребенка с другими детьми, с родителями, отсутствие внимания, проблемы с памятью, запоминанием, нарушение мелкой моторики, когда ребенку сложено там что-то взять, скажем, да, переставить вот такие моменты, когда ребенок, скажем, не может что-то собрать, положить кольцо, одеть на штыречек и так далее, и так далее. Это проблемы, идущие от повреждения шейного отдела. То есть целая группа, мы проговорили, группа ортопедической патологии, группа неврологической патологии, но это еще не все. Вы обращали внимание, что есть определенная группа детей, у которых очень рано проявляются какие-то клинические нарушения. Ну, например, резко падает зрение. И вот довольно часто я слышу такие отговорки, типа, вот, там у папы плохое зрение, у мамы плохое зрение, у ребенка, наверное, это генетическое. Чего подобного? У папы испортило зрение от того, что он там в компьютере сидит все время, вот, у мамы испортило зрение от того, что она там, может быть, по ночам читала, в полутьме и так далее, да, долго. И генетика тут совершенно ни при чем. А вот у ребенка, которому, там, скажем, в три года одели очки из-за близорук стираний, у ребенка проблемы шейного отдела позвоночника. Это микротравмы, нарушают питание, нарушают те центры зрительные, которые отвечают за кривизну глаза. Вот, не будем залезать в оптику глаза, но нарушается вот эта вот кривизна хрусталика и роговицы, вернее. И возникает ранняя близорукость. Кроме того, это проявляется, кстати, довольно рано, еще раньше, нарушается мышечный тонус мышц глазного яблока, и тогда глазное яблоко просто не может фиксироваться. Оно начинает уходить вправо-влево, и мы приходим к чему? Мы приходим к косоглазию. То есть косоглазие – это тоже признак родовой травмы. И, соответственно, работать надо, исправлять надо эти проблемы, начиная с шейного отдела. Об этом мы поговорим еще чуть-чуть позже. Кроме того, другие нарушения внутренних органов могут явиться следствием вот такого повреждения. Ну, например, раннее развитие бронхиальной астмы. Опять же, да, причем здесь шея, когда-то может быть там наследственная, аллергическая и так далее, и так далее. На самом деле, если мы возьмем там 10 детей, у которых плохая наследственность по бронхиальной астме, которые снижен иммунитет, часто простужаются и так далее, там, скажем, 9 из них, которых родах было все нормально, они будут часто простужаться, иметь бронхиты, иметь какие-то хронические патологии. А один ребенок, у которого шея травмирована, выйдет в бронхиальную астму. То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что при прочих равных условиях повреждения шейного отдела явится причиной возникновения ранней бронхиальной астмы у ребенка. За счет чего? За счет нарушения кровоснабжения мышц бронхов. То есть, бронхиальная астма – это бронхоспазм. Поэтому вот спазмируется что? Спазмируется мышечная оболочка бронхов. А почему она спазмируется? Потому что центры, отвечающие за работу мышц бронхов, находящихся в коре головного мозга, недополучают свою порцию кровотока. А это является следствием непосредственно повреждения шейного отдела позвоночника. Точно так же мы можем говорить про пищеварительную систему, нарушения перистальтики, разные ранние запоры, ранние поносы, раннее какое-то беспокойство с этим связано. Довольно часто родители обращаются с тем, что дети маленького возраста, новорожденные, месячные, двухмесячные, очень беспокойные, у них никак не может наладиться правки вопроса с кишечником, то поносы, то запоры, то скопление газов, то прочие дела, то просто беспокоится, не может спать нормально, то перепутал день и ночь и так далее, и так далее. Это все следствие повреждения шейного отдела. Ну и в дальнейшем довольно рано может проявиться проблемы, связанные с повреждением золочно-кишечного тракта, ранние гастриты, ранние язвы желудка, ранние нарушения перистальтики тонкого кишечника и так далее, и так далее. Значит, какое небольшое лирическое отступление. У меня был учитель педиатрии, которого я писал диссертацию, с которой мы работали довольно долго. Замечательный человек, замечательный ученый, заведующий кафедрой педиатрии военно-медицинской академии, генерал медицинской службы, профессор Клеорин Александр Иванович. И вот он занимался очень тем, он любил такие экзотические темы для исследования своих учеников. И он выбирал нестандартные, скажем, решения, и книги у него написаны по очень нестандартным темам. Например, ожирение в детском возрасте, раннее ожирение, одной из причин вот таких нарушений, является тоже родовая травма. Это доказано его аспирантами и им самим. И есть книги, где это подробно описано. Помимо нарушения эндокринной системы, которая тоже, в свою очередь, может явиться следствием родовой травмы, более выраженной. Вот. Кроме того, такие заболевания, как ранний атеросклероз, встречаются немножко гораздо чаще, чем мы об этом думаем, особенно в наше время, когда все проблемы хронической патологии резко молодеют. Вот почему? Потому что просто увеличивается количество нарушений в родах, количество родовых травм. Поэтому у ребенок уже где-то там в возрасте 10-12-14 лет есть проявление атеросклероза сосудов. Опять же, да, при прочих равных условиях дети, у которых нет родовых травм, они не будут иметь такие нарушения. А дети с повреждениями, они будут, у них будет диагностировано такие вещи. Вот это доказано. Такие вот, несколько таких интересных работ научных было проведено, где вот доказано и подтверждено чисто статистически те вещи, о которых я вам говорю. Поэтому, значит, к чему мы с вами об этом говорим? К тому, чтобы вы очень внимательно посмотрели на своего ребенка, определили даже где-то микросимптомы и начали заниматься вот лечением и, скажем, такой, ну, профилактикой, можно сказать, развития вот этих вот патологических симптомов. Теперь я понимаю, что вы с нетерпением ждете того, когда я вам начну рассказывать, что же все-таки нужно делать. Причем я вам сразу хочу сказать, перед тем, как мы уйдем на очередную рекламную паузу, я вам хочу сказать, что даже если вам что-то показалось, ну, да, вот, мамы там сейчас, особенно после того, как меня послушаете, будете видеть в ребенке даже то, чего вроде бы как, наверное, и нету. Ничего страшного. Те мероприятия, те процедуры, которые я вам предложу в плане профилактики и раннего лечения последствий повреждения шейного отдела, ничего, кроме пользы даже здоровому ребенку, не приведут, не принесут. Почему? А что же они сделают? Они просто укрепят его шейный отдел, они укрепят его мышцы, шеи, мышцы позвоночника, они дадут возможность нормально функционировать сосудом коры головного мозга, и даже если повреждений нет совсем, ничего, кроме вот хорошей стимуляции и активизации участков коры головного мозга, для того, чтобы ваш ребенок мог более полноценно и более правильно развиваться, никакого вреда и никакой гиперлечения не произойдет. Поэтому смело можно сказать, что эти манипуляции можно делать в принципе практически всем, начиная с новорожденного возраста. И сейчас перед тем, как я вам начну показывать, мы прервемся, ну, чтобы вы могли, может быть, подготовиться, может быть, кто-то уж какие-то пометочки себе сделает, поэтому мы с Ванечкой после перерыва начнем вам показывать комплекс, небольшой комплекс мероприятий, которые вы можете осуществлять, повторяю, начиная с новорожденного возраста. А сейчас спасибо за внимание и до новых встреч, не переключайтесь.